Как утверждают все мировые кинокритики и зрители, самый страшный фильм в истории – это изгоняющий дьявола. Несмотря на то, как далеко продвинулась киноиндустрия, этот фильм и тема пугают человечества сильнее всего. Никто по ужасу не сравнился с одержимостью дьявола и тем, что предположительно испытывает человек, когда он становится одержимым. Мало кто знает, но в основу фильма легла реальная история, случившаяся с мальчиком 14 лет, которого звали Робби Манхейм, произошедшая в США в штате Миссури. Неледикте диаболе эксиабео – проклятый дьявол из Иди. Именно такими словами начинается ритуал экзорцизма, описанный еще в 1614 году. О нем говорится в книге «Ритуал Романум», что означает «Римский ритуал». А еще есть изгнание сатаны в православии, и это отчитка. Есть изгнание джинов в исламе и дебука в иудаизме. И даже во времена дремучего язычества были ритуалы, связанные с изгнанием злого духа и задержимого человека. Казалось бы, одержимость духами, бесами, дьяволом – это дремучая мракобесия для современного мира. И наука полностью развенчала мифы о том, что в человека может вселиться некая сущность, имеющая волю, способная принимать решения за человека или влиять на его поступки. Однако, если разобрать тему, углубиться в нее, окажется, что феномен одержимости чем-то злым не просто существует, а растет. И наука не так уж много знает об этом, не говоря уже о том, что она не способна в 90% случаев помочь страдающим. На канале «Нулевой пациент» уже был ролик, развенчивающий экзорцизм. А еще в конце того видео была фраза об истинной одержимости. Пришло время ее раскрыть и разобраться в том, что это на самом деле. Как человек становится одержимым и может ли это произойти внезапно, без каких-либо предпосылок, со взрослым человеком, далеким от религии. Если вы смотрите это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству. Прошу поддержать канал подпиской, лайком, а это видео комментарием и досмотрите его обязательно до конца, ведь в конце вас ждет конкурс и, конечно же, призы. Но прежде чем мы приступим, нужно сказать... Не всех демонов можно изгнать! Ежегодно в Ватикане проводятся недельные курсы, предназначенные для священнослужителей Святого Престола, посвященные римскому ритуалу или изгнанию дьявола. Удивительно! Но на эти курсы с каждым годом приезжает все больше людей. Как утверждают сами священники, свидетельства о случаях одержимости в мире становится все больше. Согласно отчету Британского теологического аналитического центра, в 2017 году и последующие годы в Соединенном Королевстве также возросло количество людей, обращающихся с проблемами одержимости. Так происходит по всему миру. Мы сегодня будем говорить о настоящей одержимости, причем в мистическом смысле, пугающем, существующем. Как утверждает энциклопедия шизофрении и психотических расстройств, сотни лет одержимость злыми духами считалась причиной психических расстройств. Среди всех случаев экзорцизма около 30% это люди с диагнозом шизофрения, утверждающие, несмотря на все убеждения докторов, что в них кто-то вселился. А еще сотни и даже тысячи лет считалось, что то, что сейчас зовется эпилепсией, это и есть одержимость. В 2005 году в Румынии произошло событие, о котором впоследствии узнал весь мир. Один из священников изгонял дьявола из девушки весьма своеобразным способом. Он распял ее на кресте и оставил без еды и воды на три дня в холодной келье. Девушка погибла. Священник в тюрьме. Как оказалось, в ходе судебных разбирательств девушка страдала эпилепсией. И вот еще одна интересная информация. Как утверждают врачи, осматривавшие самую знаменитую одержимую Эмили Роуз, та тоже болела эпилепсией. Шизофрения и эпилепсия – большая загадка для науки по сей день. Официальная наука не сразу отвергла одержимость духами. Это происходило постепенно и в разные времена это называлось по-разному. Как адемония, мономания, кликушество и трансовое расстройство. Далее эпилепсия и шизофрения, маниакальное расстройство и многое другое. Как тут не вспомнить известных маньяков, утверждавших, что в момент жутких преступлений в них кто-то вселялся, и они были другими людьми. Вполне подходит под одержимость. И вот здесь происходит самое интересное. Означает ли тот факт, что медицина поставила диагноз и самую малость выяснила, что происходит с мозгом, в момент припадка, что одержимости и бесноватости не существует? Нет, это того не означает. Поменяв слово «одержимость» на эпилепсию, шизофрению или маниакальное расстройство, суть этого явления и происходящее с человеком не меняется. Давайте же, наконец, посмотрим, как выглядит настоящая одержимость. Здравствуйте, с вами Гриней Сергей. Я хочу рассказать о контроле страха при психических нарушениях. И заодно рассказать о контроле агрессии при психозе. Он бывает при разных психических заболеваниях, а также при шизофрении. Синдром Туретта. Грубый гиперкинез мимической и речедвигательной мускулатуры ведет к выраженным нарушениям речи. Хорошо-хорошо. Шизофрения, синдром Туретта, эпилепсия, маниакальное расстройство – это все болезни мозга. Если это так, тогда объясните мне следующее. Больные с синдромом Туретта выкрикивают гадости и пакости. Один из малышей, страдающих этим синдромом, слышал постоянно повторяющиеся слова «убей». Шизофреники слышат «ты неудачник», «выкинься из окна». Голоса их унижают, галлюцинации пугают. Знаете, какие симптомы маниакального состояния? Хочется петь, танцевать, веселиться, кушать, выпивать алкоголь, нездоровые сексуальные аппетиты. Все совсем, как в семи смертных грехах. Поймите, мозг – это не только негатив, страх и страдания. В нем и много хорошего. Где синдром Туретта, когда больной выкрикивает «любовь», «добро»? Подпишитесь на канал «Нулевой пациент». Цветочки. Такого нет совершенно. Почему шизофреникам голоса не говорят «ты сегодня красавчик, у тебя все получится?» Почему они не советуют хорошее и правильное «пойди в спортзал, ленивая жирная жопа»? Всегда только негатив. Но мозг – это ведь и позитив. Серотонин, окситоцин, ацетилхолин. Интересно, а есть какие-то доказательства, указывающие на то, что болезнь ума – это настоящая одержимость? Ох, какие яркие образы рисуют одержимое. Разве это не напоминает сущностей терзающих людей? О да, очень напоминает. Как я и сказал, от того, что мы изменили название проблемы и чуть больше о ней узнали, это не значит, что мы ее решили. Или что она изменила свою суть. А еще был такой ученый, православный священнослужитель архиепископ Лука. Он был хирург, анестезиолог, доктор медицинских наук. Он утверждал, что несмотря на то, что дремучие времена невежества позади, одержимость существует. И наука не всегда знает и понимает, почему человек внезапно начинает утверждать, что в него вселилось что-то плохое и злое. Многие психические болезни лечатся. И даже есть такие, которые уходят навсегда. Есть и те, что пропадают благодаря мощным препаратам на много лет. Поверьте, нет сильно буйных и одержимых на лошадиных дозах хлорпромазина или галлоперидола. Но благодаря этим веществам нет и человека. Вместе с приемом многих препаратов человек не начинает порхать, как бабочка. О нет. Просто часть его мозга и функций давятся. Ну знаете ли, такое лечение лечением и объяснением одержимости не считается. В 70% случаев эпилепсию и припадки можно взять под контроль фармакологии. Но, как оказалось, эпилепсия – это не только припадки, но еще и галлюцинации, как слуховые, так и зрительные. Как интересно получается. То есть, как и у шизофреников. И небось галлюцинации не очень хорошие и позитивные. Опять негатив и страх. Любая психофармакология, лечащая шизофрению или эпилепсию, подавляет те или иные функции в мозге. Но что конкретно подавляется – это очень важный вопрос. Ведь эпилепсия – это нифига себе болезнь. А именно, ее причины интересны нам больше всего. Причина эпилепсии и припадков, которые так мучительны для человека – это чрезмерная электрическая активность нейронов. Того, из чего состоит наш мозг и наше «я». Когда электрических импульсов становится слишком много, происходит припадок. То есть, как-то так получается, что вдруг в мозгах становится какой-то энергии больше. И именно эта лишняя энергия и приводит к страданию. Например, к эпилепсии. То есть, вот ты был, вот весь целый. А потом какой-то энергии стало больше. И начались страдания. Галлюцинации и припадки. То есть, было 10 яблок, а стало 12. Но два яблока сами не появляются. Их кто-то приносит. То есть, мы говорим о добавлении или подселении. То есть, если предположить, что одержимость бес и подселившаяся сущность не материальна, а состоит из энергии. И после этого вместе, который управляет человеком, энергии становится больше. То мистическое объяснение никак не противоречит научному. Лишняя энергия в вас вполне может быть мыслями, звуками и действиями, которые не совсем ваши. Ведь если все вы, каждый звук и вкус и запах – это электрический импульс, то другие, лишние электрические импульсы могут нести тоже информацию – галлюцинации, звуки, голоса, ощущения, изображения. Лишние энергетические импульсы, если не взяты органами чувств, то откуда они пришли и какое их предназначение в человеческой голове. Знаете, когда крутишь ручку старого радиоприемника, и так как FM-станций много, вдруг среди шипения слышишь где-то посередине между частотами сразу две радиостанции? Астралийский нейрофизиолог и нобелевский лауреат Джон Экклс утверждал, что мозг всего лишь рецептор, который считывает информацию изне. Но так утверждал не только он, так утверждал Тесла, Гров, Черниговская. Удивительное предположение, которое может объяснить, как в одной голове может появиться что-то еще иное – сознание или сущность. Однажды я оказался в сонном параличе, и вот в этом состоянии я увидел человека, скорее сущность, которая должна была мне передать послание. Впервые в жизни я слышал тембр человеческого голоса где-то внутри, в центре мозга. Это было очень необычно и, я должен сказать, интересно. Голос – это сигнал, поступающий извне, преобразованный в электрические импульсы. Если мои уши не слышали голоса в реальной жизни, то, не имея значения, реальность это была или галлюцинация, должен был внезапно возникнуть лишний всплеск электрики, то есть избыточная электронная активность мозга. Это возможно, когда помимо основного радиосигнала на эту же частоту настраивается какой-то иной радиосигнал. Если мозг – это радиоприемник, то на определенную частоту вполне могут вещать две радиостанции с разной информацией, и тогда в голове будет каша, и тогда человек будет вести себя как сумасшедший, то есть одержимый. В церквях, на ритуалах экзорцизма вы не увидите настоящих бесноватых и одержимых. Они все по собственной воле в больницах рисуют тех, кто действительно сидит в их мозге. Но зачем это галлюцинациям и бесам? Одержимый постоянно боится или злится. Он постоянно на пике своих самых сильных эмоций. Ну, конечно же, одержимость – самый эффективный способ качать элемент из скота. Ради этого ферма и создавалась. Как известно, существует и ненаследственная, и внезапная шизофрения, эпилепсия, и маниакальное расстройство, а также прочие психологические проблемы. Если мы не говорим об органических повреждениях, то внутрь приемника попасть невозможно. При правильном образе жизни должна возникнуть брешь – наследственная или физиологическая. Ну или в конце концов всегда можно просто сказать «входите по глупости». Но преимущества от этого не будет. Ты превратишься либо в дойную корову, которую изведут до смерти и сведут с ума, или заставят тебя доить других. Иногда очень жутким образом. Однако против твоей воли ничего не будет. Мы всегда ловим именно ту радиостанцию, чья музыка нам больше всего по душе. Можно ли бороться с истинной одержимостью своими силами? Конечно же. Не кормите то, что в вас, тем, из-за чего оно в вас. И тогда оно сдохнет от голода. Это неизбежно. Возможно ли излечиться и не быть одержимым с помощью экзорцизма? Да, но я лично знаю лишь двоих, кто это делал. Одного убили 2000 лет назад, второй жил в Швейцарии в 18 веке. И я тоже знаю, почему и как они это делали. На данный момент в мире происходит эпидемия психических болезней. Еще никогда в истории человечества выкачка элемента из скота не была такой эффективной. А вообще, друзья, я предлагаю вам покупать все мои книги. Эти книги стали настоящими бестселлерами. Но от того, что они стали настоящими бестселлерами, это отнюдь не значит, что они не могут стать еще большими бестселлерами. Берегите себя, берегите свою голову. Чем ее стены слабее, тем легче в нее проникнуть лишней энергией. Суть которой всегда негативна. А еще можно кормить элементом белого волка. И если будет хотя бы полторы тысячи лайков под этим видео, тогда вы обязательно увидите видео о том, что такое кормить элементом свет. И какие преимущества это дает. А теперь настало время конкурса. Друзья мои, как всегда, структура конкурса не меняется. Пожалуйста, в комментариях обязательно напишите, что, по вашему мнению, такое одержимость. И тот комментарий, который получит больше всего лайков, этот человек выиграет книгу с моим автографом совершенно бесплатно. И, как я всегда говорю, я отправлю ее, даже если будет необходимо, на Луну. Пишите комментарии и ставьте под ними лайки. Друзья, если вы посмотрели это видео, вы и есть настоящее сопротивление невежеству. До скорых встреч. Всех вас обнял. И помните, грядут перемены. Темные волки их очень боятся. Пока.